Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вашему вниманию очередной фильм, где будет связана нимфа на круглый год, но в основном я ее изготавливаю для определенной зимней рыбалки. Я взял крючок Камасан номер 400 и крючок взял 16 номер. Огрузил свинцом и закрепил из остатков перьев, которые у меня были, цвета гризли, хвостик. Хвостик должен равняться приблизительно длине нашего тела. Хвостик достаточно пышный. По материалам нам с вами понадобится вот два таких оттенка даббинга, черный и светло-серый, и понадобится небольшой кусочек вот такой из остатков перышка CDC для крылышка. Давайте приступим. В качестве сегментирования я закрепил обыкновенный кусочек люрекса, который продается в волонтерейных магазинах. Выглядит он приблизительно вот так, для рукоделия. То есть специфических материалов нет, но цвет желательно, чтобы был или вот таким оттенком, или же, как вот вы увидите, если камера передаст светло-зеленый оливковый, поэтому мы сейчас с вами будем изготавливать в том варианте, в котором она работает практически уже не один год проверенный. А вы экспериментируйте. Промажем немножко нашим клеем и изготовим до середины свинца тела. Сперва, как обычно, добавляем немножко, сколько нам необходимо, для того, чтобы у хвостика не было утолщения. Тело должно быть плотным, но и в то же время иметь какую-то пышность. Здесь будем крепить другие элементы. В любом произвольном направлении, как вы захотите, промотаем нашим люрексом тело. Это в качестве украшающего элемента. Ну и в то же время немножечко сделает покрепче нашу нимфу. Удаляем все остатки. Теперь нам необходимо с вами закрепить вот те зачатки крылышек, которые они и жаберки у нее, еще у этой нимфы. Поэтому мы будем использовать вот такое перышко CDC, которое обычно остается у нас по остаткам. Крепим его так, чтобы доходило у нас до середины нашего тела. приблизительно вот так нам будет достаточно. Удаляем теперь все остатки. Нам необходимо с вами закрепить кусочек пленки. Я из кусочков полиэтилена, которые обычно я использую, слегка заостряем край для лучшего крепления. И здесь же, где закрепили крылышко, крепим нашу пленку, так, чтобы она ровно у нас лежала. Добавим обязательно немножечко клея на место крепления. Нимфы изготавливаются достаточно быстро. Вот материал, допустим, перышко CDC можно спокойно заменить на пуховую часть любого пера, которое вот у нас имеется. В частности, можно для... Вот примера я вам покажу. Очень часто вот такие остаются перья, можно их использовать. Можно кусочек взять пухового пера. Закрепили. Проверим. И теперь нам необходимо с вами изготовить грудку, которая будет сразу у нас являться мы начешем лапки. То есть, не будем сильно изощряться. Изготовим в том варианте, в котором она работает все время. Очень простой вариант, повторю. Берем теперь наш черный даббинг. Можно использовать кролика практически любого. Но желательно, чтобы остевые волоски были достаточно жесткими, чтобы могли у нас полностью, как говорится, выполнять функцию имитации лапок. Поэтому выберите, чтобы были достаточно в то же время и крепкие, и пышные. Добавляем еще. убираем волоски от колечка. И теперь нам необходимо с вами слегка сразу промажем нить клеем закрепить нашу пленочку. Как вы видите, я даже еще не подчесывал, ничего не делал, но уже остевые волоски хорошо у нас достаточно торчат. Немножко вот так слегка увлажним, уберем те участки, которые у нас торчат, наклоняем вперед и, как всегда, аккуратненько пару-тройку оборотов переламываем обратно. И теперь уже окончательно закрепим весь материал. и здесь изготовим головку. Остатки удаляем. Я подкрасил немножко чехлик, сделали завершающий узел и капнул капельку лака на головку. И как вы видите, вот такая довольно-таки симпатичная нимфочка, которая уловистая. Уже проверенный вариант готова к работе. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч!